Приветствую, друзья. Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. 11 апреля одна из украинских боевых групп выложила в сеть видео, где показано, как эта группа перезахватывает позиции под урожаем. Там украинские подразделения летом 23 года пошли в контрнаступление и отхватили относительно большую часть территории, ну, по крайней мере, если учитывать, как мало сил у них на самом деле было, как много сил у противника и то, что на самом деле у противника была авиация, а у Украины нет. Потом эта позиция, видимо, частично отошла все-таки под контроль врага и вот теперь снова украинцы ее как бы перезанимают. Но здесь интересно, как именно они ее перезаняли. Сейчас приходите в мой телеграм-канал, я соответствующую ссылку даю прямо в описании к этому видео и посмотрите этот ролик. Дело в том, что там идет боестолкновение непосредственно между пехотой и это то, что YouTube, если бы я здесь это выложил, маркировал бы плюс 18, поэтому наш ролик просто-напросто не пошел бы в раздачу. Итак, внимательно посмотрите, как именно украинцы организовали вот эту вот контратаку. Дело в том, что они использовали, по всей видимости, боевую машину пехоты Брэдли. Вот в очередной раз Брэдли показывает, насколько же это все-таки эффективная боевая машина, когда ее правильно применяешь. Там только одна боевая машина. Подъезжая к вражеским окопам, начинает стрелять по ним из своей автоматической пушки, заставляет противников вот в этом самом окопе как бы пригнуться, лишает их возможности вести контратаку. Причем подъехала она внезапно, неожиданно застигла врагов врасплох. И вот подъезжаем. Продолжает вести огонь в этот момент, когда она уже остановилась. Из нее выходят 10 человек. И они уже непосредственно вступают в бой с теми, кто находился в этой траншеи. И, по всей видимости, их полностью вырезают. Возможно, кого-то взяли в плен. Мы об этом еще, вероятно, узнаем в ближайшие дни. Следует из этого то, что если бы американцы дали бы украинцам не 60 БМП Брэдли, а 600, а у них есть 600, то украинцы, конечно же, продемонстрировали не просто успешные контратаки. Они бы провели действительно успешное контрнаступление. Особенно с учетом того, что вот уже в ближайшее время, может быть, в ближайшие пару месяцев у ВСУ появится F-16. Вот F-16 плюс БМП Брэдли, плюс достаточное количество тех же Абрамсов. Ну, потому что просто у других стран Запада нету таких вот танков, как Абрамс, в таком количестве. Вот это все помогло бы украинцам на самом деле, ну, во-первых, стабилизировать ситуацию на фронте, полностью лишив врага его преимущества не в авиации и в наступательной силе. Потому что западная бронетехника, она намного более эффективна, она намного более вынослива, она намного лучше защищена и она намного более, в конечном итоге, эффективна с точки зрения боя. То есть, на самом деле, то оружие, которое есть у Брэдли, оно превосходит российские аналоги, если это вообще можно назвать аналогами, именно с точки зрения стабилизации и целенаведения, то есть точности. Вот точность это то, что является одним из преимуществ орудий, которые используются на Брэдли, на Абрамсах и так далее. С другой стороны, это пример того, что у украинцев на самом деле не падает боевой дух, потому что те, у кого боевой дух упал, не могут проводить такие эффективные контрнаступательные операции, причем с минимальными ресурсами. Мы прекрасно понимаем, что помимо Брэдли, конечно же, там работали также и FPV-дроны, там работали и дроны-разведчики. То есть, в принципе, это скоординированная операция в условиях, когда враг, казалось бы, имеет тотальное преимущество идти в какие-то контрнаступательные действия. Это просто невероятно, но украинцы это делают. Более того, они это делают ведь и под Кременной тоже. Вот Институт изучения войны на днях зафиксировал продвижение украинских подразделений под Кременной. То есть, они провели и там тоже контратаки и продвинулись, как это ни странно. Кроме того, вот как раз на том направлении, скажем так, на том фронте, мы его условно назовем Луганском, оказывается, при обстреле погиб офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов. Его уничтожили в ходе обстрела так называемых журналистов Вести Луганск, которых он сопровождал. В этом сообщил телеканал Вести, пропагандистский российский телеканал. Ну что здесь можно сказать? Те, кто выступают от имени журналистов на российской стороне, это, разумеется, никакие не журналисты, это такие же точно боевики, которые вообще непонятно, что делают на украинской земле. Пусть журналисты так называемой вот этой программы Вести Луганск идут, получают пресс-карты в Киеве, и тогда, может быть, им позволят работать на луганской территории. Ах, они туда не поехали, но, следовательно, они никакие не журналисты, а тем более непосредственно действовали в группе военных. Так это, в принципе, легитимная цель для украинских войск. Тем временем, силы специальных операций Украины показали, как они на Донецком направлении уничтожают с помощью своих FPV-дронов два танка и другую военную технику противнику. Как раз сейчас вы видите это на своих экранах. Что здесь хочу сказать? А то, что я уже в последние дни в своих роликах неоднократно повторял, что украинцы получили свои ланцеты. И вот как раз сейчас Билд именно об этом и пишет. Итак, украинский беспилотник является почти идентичной копией российского ланцета. У него есть система вооружения РАМ-Х, которая разработана украинской компанией СИДЭТ. Эта компания известна тем, что уже выпустила на рынок два других успешных беспилотника Камикадо средней дальности РАМ-1 и РАМ-2. Именно РАМ-Х имеет уникальную форму и характерные восемь крыльев, как у российского дрона. В частности, говорит издание, на днях службы безопасности Украины опубликовала видео с серией атак беспилотников на российские системы противовоздушной обороны. И дроны на этом видео имеют почерк сверхсовременного РАМ-Х или Укроланцет, так называемый. Мы с вами как раз рассматривали эти видео. Видео, кстати говоря, где я об этом рассказываю. Так и называется. Черный день для ПВО России. Вы можете посмотреть его. Я даю как раз на него ссылку на этом экране. То, что на кадрах показано поражение именно российских систем ПВО, свидетельствует о том, что атаки происходили на расстоянии от 10 до 30 километров по линии фронта. Ну а вот на высокую точность украинских дронов указывает то, что во время этих атак российская техника двигалась. И действительно, давайте еще раз посмотрим. Техника двигается. Естественно, перемещаться эти ПВО могли бы на расстоянии не ближе, чем 15-20 километров от линии фронта. Просто ближе это было бы очень рискованно. Раз они там поражены, следовательно, да, у украинских дронов и по боевой мощности, и по дальности работы эти дроны полностью соответствуют российским ланцетам. Все это свидетельствует о том, пишет Бирд, что Украине, как и было объявлено несколько месяцев назад, удалось не только скопировать мощное оружие России, но и наладить его серийное производство. И, кстати говоря, напоминаю это здание, что в конце февраля как раз министр цифровизации Украины Михаил Федоров рассказал, что за несколько месяцев силы обороны получат сотни дронов-камикадзе, которые разработаны Украиной по типу российских ланцетов. Сказано, сделано. Ну что ж, большая проблема для России. Кстати говоря, эта проблема заключается в том, что это не просто серийное производство, а, похоже, Россия теперь получила в принципе, ну, симметрию полную. В том смысле, что украинцы теперь выпускают именно такое же примерно количество таких вот дронов, как вот ланцет, что и Россия. Ну что ж, мы видим, что там, где есть возможность, Украина на самом деле сохраняет паритет с Россией, и, между прочим, об этом рассвидетельствует и тот факт, что линия фронта не двигается. Опять же, этому помогают и те же вот французские вооружения, например, вот та же бомба «Хаммер». Сейчас я покажу вам еще одно видео, кстати говоря, теперь уже более полное видео применения этих вот «Хаммеров» в Ивановском селе, которое частично захвачено россиянами, из которого как раз в том числе и идут атаки на часах «Яр». Вот вы видите сейчас. Очень помогают эти бомбы. А все это я к чему говорю, друзья? Я говорю это к тому, что, понимаете, вот в принципе Украину заставляют, по сути дела, искусственно поддерживать так называемый статус-кво вот этот тупик. Дело в том, что у Украины есть огромный потенциал. Потенциал победить, то есть разбить российскую армию полностью. Соединенные Штаты, по большому счету, вот именно как государство, даже не буду сейчас отдельно выяснять, кто там больше виноват, команда Байдена или все-таки трамписты. Вот Соединенные Штаты такое ощущение, что специально помогают России. Вот как только появляется у Украины реальный шанс начать побеждать Россию в статегических филах, на передовой, тут же режут ей все возможности по вооружению. И тут же идут какие-то нелепые мирные планы. Вот сейчас вот два таких мирных сценария идут от Турции с одной стороны, с другой стороны от Трампа. По поводу Турции, тут вообще говоря, печати негде ставить. То есть это абсолютное унижение Украины, то есть то, что предлагает Турция. Украина, конечно, не примет. А Турция предлагает 7 пунктов. Линия фронта остается как есть, то есть территориальные реалии, где российские войска стоят, там за ними остается территория. Далее. Украина не станет членом НАТО до 2040 года. Ну и будут проведены референдумы на оккупированных России территориях. То есть это что, на полном серьезе турки такое предлагают? По поводу того, что Украина не станет членом НАТО, то есть вы предлагаете навязать Украине то, что полностью перечеркнет ее конституцию и ее суверенное право решать, с кем она будет и с кем не будет? То есть это выполнение прямых хотелок Москвы? Ну, я уже не говорю про территориальные реалии. То есть просто отдать России те территории, которые она захватила. Прекрасно. Через какое-то время Россия пойдет дальше и захватит еще территории. Потом еще будет Минск 3, Минск 4, Минск 5. И так постепенно где-нибудь в рамках Минска 10, может быть и Киев перейдет под контроль России. В общем, этот мирный план мы даже серьезно не будем рассматривать. Что предлагает Трамп? А примерно то же самое. Значит, если он победит на выборах в ноябре, он свяжется с Путиным и с Зеленским. И я цитирую сейчас издание CNN. «Использует военную помощь для Украины как рычаг, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров». Цитирует издание источник, знакомый с планами Трампа. Он говорит как раз то в этом случае, о чем я еще несколько месяцев назад предупреждал. Тут все очевидно. Трамп говорит Владимиру Путину, что если вы продолжите двигаться дальше, я Украине дам все. Зеленскому он говорит, если вы продолжите двигаться дальше, я вам не дам ничего, а Путину позволю захватывать новые территории. И таким образом, проводя переговоры с этим и с тем, он усаживает их за стол переговоров. И в конечном итоге все равно стороны придут к тому, что прописано вот в этом плане Турции. То есть, опять же, та самая линия фронта в нынешних территориальных реалиях. Ну, по крайней мере, я думаю, про внеблока, если там не будет речи идти. И про все остальное. То есть, просто по факту, да, Россия оккупант. Это все будут признавать, в том числе, я уверен, и Трамп. Но Украина больше не получит вооружение именно для наступления. С другой стороны, по крайней мере, в этом плане, я бы так сказал, видится то, что Украина ведь тоже получит, как и Владимир Путин, вот эту самую передышку. И Украина точно будет получать после этого вооружение от Соединенных Штатов. Военная помощь однозначно будет. Военная помощь от своих союзников в Европе Украина тоже получит. При этом Украина жертва агрессии. Территории, на которых остаются российские войска, они украинские. Россия нарушитель. Санкции все сохраняются. Россия деградирует постепенно к уровню Ирана. Вот, посмотрите на Иран. Страна, у которой 200 до 400 миллиардов долларов ВВП. Вот, как у Украины в 2021 году. И страна, экономика которой примерно в 10-20 раз слабее немецкой при одинаковом населении. Вот это вот то, что ждет Россия в этом случае. Украина, соответственно, движется в сторону экономической развитости, демократии. Это вот тот самый корейский сценарий, о котором говорят некоторые американские аналитики. Это вот то самое ФРГ, ГДР. Ну, в общем, для украинцев это, конечно, все очень тяжело звучит. Это все я лично не поддерживаю. Я полностью поддерживаю именно план Зеленского. И, собственно, вот советник Офиса Президента Зеленского Михаил Подоляк уже так сказал, что на самом деле все эти мирные планы, которые нам тут подсовывают, вот Турецкий, он именно про него говорил, это все не имеет значения. Для нас имеет реальность только один план, который выдан президент Украины. Это план по выходу украинских войск на границы 91-го года. То есть полное восстановление территориальной целостности в границах, которые зафиксированы на уровне международного права. Вот есть карта ООН, там Украина имеет такие-то границы, которые она имела в момент распада Советского Союза. Вот за Украиной все это остается. Российские войска уходят. Вот позиция Украины. Украинские войска показывают, что они могут этого достичь. Посмотрите просто, как они дерутся. Какие они невероятно эффективные удары носят по российской технике. В России на самом деле люди, которые пошли на эту войну, они не рады. Им тяжело, у них низкий моральный дух. Об этом во всем никто не говорит. Но российским войскам крайне тяжело просто. Вы представляете вообще, как они себя чувствуют, понимая, что они просто пушечное мясо? Они не могут продвинуться. Неужели вы думаете, что действительно в российском рукохосте всерьез считают ситуацию для себя хорошей? Это пропаганда просто. Они бить по украинской энергетике-то начали сейчас, чтобы сломить моральный дух украинцев, потому что прекрасно понимают, что не дойдут они до этого Киева. Не дойдут. Но идет омерзительный заброс в информационное пространство Запада, который там очень часто подхватывается. Что Россию победить нельзя, что Россия дойдет до Киева. Да какой до Киева? Какой до Харькова? Да, они могут Харьков терроризировать. Это они могут, конечно, потому что Украине не дали даже никаких средств ПВО. Терроризировать они могут. Ну, какой Харьков? Вы вспомните историю в 22-м году, когда они зимой говорили, что могут пойти в новое наступление с Белоруссии, с Белгородской области. Зачем это было сделано? Да это просто такой же точный ФСБшный развод, чтобы всем внушить, что с Россией лучше договариваться. Россия сама не хочет продолжения этой войны. Она сама устала. Вместо того, чтобы добить гадину, выходит с какими-то странными, нелепыми переговорами. Вместо того, чтобы помочь Украине, дать ей вооружение, которое она правильно использует. Чего эти Брэдли и Абрамсы и Патриоты стоят в этих складах на хранении или просто без дела? Дайте стране, которая позволит уничтожить автократию. Неужели непонятно, что если вы отрежете голову русской змее, то мир станет чище, вы в большей безопасности. У вас будет больше возможностей в конечном итоге для развития ваших экономических отношений. Потому что пока есть такой автократ, как Владимир Путин, нет никакой стабильности для экономических отношений. Пример это хуситы в Красном море. В общем, друзья мои, я думаю, что на Западе все-таки будут мысли трезво. И я думаю, что не будет заморозки конфликта, будет поддержка Украины. В крайнем случае будут поддерживать европейские страны, если не Соединенные Штаты. В Украине, как мы видим, развилось производство дронов. Оно реально влияет на поле боя. И я буду надеяться, что количество будет переходить постепенно в качество. Ну, то есть, как минимум, сейчас задача, как минимум, до конца этого года стабилизировать нынешнюю линию фронта. Не позволите врагу нигде совершить оперативный прорыв. А дальше будет легче. Спасибо, друзья, за то, что встаете с нами. Я напоминаю, что вы можете поддержать нас через ресурс, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube в виде кнопочки с сердечком под каждым нашим видео. Большое спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете, потому что благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы. До скорого!